Какие у нас методы, где есть искажения в позвоночнике, да, и куда мы будем воздействовать. Соответственно, у нас вот немножко скрилен таз, здесь он подъем назад, поэтому он стал чуть меньше, чуть ниже, тут подвздошная кость выше. Расстояние вот тут короче, здесь шире. Соответственно, будет напряжено крестцово-подвздошное сочинение вот здесь. Первые позвонки, ну, вернее, L5, L6, ой, L5, L4, поясничные, смещены немножко, незначительно влево, а грудные позвонки смещены вправо, что говорит о том, что начинается у человека сколиоз. Это не степень, как ты говоришь, это еще только вообще самая начальная стадия. Соответственно, вот здесь тоже немножко S7, C7 смещен вправо, опять третий позвонок смещен вправо, второй влево, а Атлант развернут по часовой стрелке. Вот, сейчас мы будем общие методы воздействия на позвоночник оказывать, да, поэтому, может быть, все подробности вы сейчас не увидите на этом видео, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажмите обязательно на колокольчик, чтобы увидеть следующее видео, когда мы будем дойдем до конкретных приемов, правки узких, локальных мест, позвонков, да. Все наше обучение построено от общего к частному, от простого к сложному, поэтому сейчас у нас будут простые, такие широкие методы. Для этого воздействия мы будем не на голову человека, да, а чем-то его прикрыв, салфеткой, полотенцем или даже через его собственную одежду. Одевай тогда футболку. Для того, чтобы руки не скользили, в этот момент важно знать, чтобы помещение у вас было желательно без шумов, чтобы музыка не играла громко, да, чтобы вы слушали ушами четко, что вы делаете, на что воздействуете, да, и чтобы не было сквозняков. Теперь положим человека симметрично, ровно, плечи расслабили, голову может повернуть вбок, чтобы у нас не упираться, да, вот, вот, она расслабилась, да. Лопатки выпирают, тогда нам нужно будет опустить руки вниз, чтобы лопаточки нам не мешали. И, соответственно, ну, вот по нашей схеме, да, диагностику провели, цифра 0, да, второе, там, артиллерия, разогрели, это можно сделать достаточно быстро. Человек молодой, подвижный, гибкий, много времени на это не займет. Размяли, релизинг, легкие там вот поступивания, покачивания, там, потряхивания, да, сейчас там сделали, еще раз повозили свое на позвоночник, чтобы он, ходил ходуном, расстресли его, ну, это все мы проходили в нашем массаже специальном, мануальном, поэтому подробно я на этих техниках останавливаться не буду. Далее идет подстокивание и поколачивание, да, по интересующим нас областям. Бьем, соответственно, не в асистые отростки, которые мы отмечали, да, а рядом, по, по сути, по реберно-позвоночным сочленениям, или поперечным, с поперечными отростками, да, вот по ним мы кулаками бьем, по вот этому ряду, грудной отдел, там, где плавающие ребра, прикрывающие почки, мы не бьем, ниже тоже, чтобы не попасть по почкам, да, по тазу тоже можно бить, во-первых, по гребню, во-вторых, по плесцу, и по плечам бьем, это получается воздействие на лопатку, ось лопатки, да, и первое ребро. То есть, тут удары идут сверху, потом в тело, да, я обычно говорю фразу, очень известную, можешь повторить, я птица-говорун, отличаюсь умом и сообразительностью? Я не могу. Повторить не можешь? Почему? Не знаю. Доскажи просто, я птица-говорун. Я птица-говорун. Отличаюсь умом и сообразительностью? А? Отличаюсь умом и сообразительностью. И сообразительностью. Вот, а теперь громко и все вместе. Можешь? Скажи, эй. Ладно, я хотелось бы в мультиках снять. Ну, вот разные шутки здесь, чтобы они больше расслабились, вошли в доверие, да. То есть, по сути, тут смешная фраза из мультфильма «Тайна 30 планет». Ты не смотрели? Советские еще. Ты не смотрела «Тайна 30 планет» про Алису, который ездил за животными по другим планетам? Не смотрели? Нет. Я смотрел, а она так и не смотрела. Она не смотрела, да? Я сам не помню свой фильм. Не помню? Там был очень интересный попугай, который с другой планеты прилетал, и у него был такой голос, ну типа как электронный голос робота. Примерно так она говорила. Я птица, говорю, отличаюсь умом и согласительностью. Я помню. Вот, очень знаменитая фраза. Я после этого говорю, о, так тебе надо в мультиках озвучивать. Алия, ты в мультиках не снимала случайно? Нет. Смотри, ты можешь карьеру в них поправить. Да. Теперь, вот, мы уже раскачиваем, да? Задаем движение человеку. Спиралеобразное. Не спиралеобразное, а змееобразное, да? И дойдя до точки напряжения, вот здесь, сюда вниз, дальше таз не идет. А тут лопатка дальше не идет. Вот, да? Ставим руки на самой выступающей точке. Тут уголок лопатки, здесь гребень под зошью кости, вот эта часть. Вот, диагонали. Сюда и сюда. Дальше будем давить время на осуществление. То есть, на выдохе. Раз, два, три, четыре. Смотрите, если ребенок, ну или человек худенький, да? Можно все на одном выдохе сделать. Раз, два, три. Прожали быстро. Если человек тяжелый, рушный такой, мощный, да? Его надо будет в каждом разе дополнительно раскачивать. Раз, два, три. Преднапряжение. Нажали. Раз, два, три. Преднапряжение. Нажали. Раз, два, три. Нажали. Опять на плавающие ребра уже не спускаемся. То есть, смотрите, что мы сделали. Покрутили, поколотили, да? Пораскачивали и дошли до преднапряжения. То есть, вот, раскачали. Раз, два, три. Преднапряжение. Вот. Натягивание. И идет мобилизация. Мобилизация. Мобилизация – это достаточно резко и жестко, но и прямыми руками. То есть, наши инструменты – это прямая рука. Желательно прямая, да? Поэтому это будут как, ну, как сваи. Забивают в асфальте, да? Ну, или там дом, когда строят. Должна быть прямая. Наше тело должно находиться над телом человека, да? И желательно наша сила, наш центр тяжести над центром области воздействия. То есть, вот две точки, да? Вот тут центр, да? То есть, наше равновесие, центр тяжести у нас должен находиться над этой точкой. Вот. Тогда и воздействие идет симметрично. На лопатках, соответственно, по диагонали. А где ребра идем перпотекулярно к позвоночнику. Вот туда движение. Вот такое. То же самое проделываем с другой стороны. Развернули руки. Удобно расположили. И проделываем в высокую сторону на выдохе. Можно в этом приеме немножко, как бы, акценты сместить. Если нам кажется, ну, мы почувствовали руками, руки должны быть чувствительными, да? То есть, как бы, не головой надо приниматься, а руками. Что напряжение больше здесь. Здесь вот не хватило до ворота, да? Тогда мы больше делаем удары в эту сторону, и тело смещаем сюда. То есть, тут будет рука прямая. То есть, мой центр тяжести сместился вот сюда. Если надо здесь, то смещаем чуть сюда. Делаем акцент на верхней части. Следующий прием. Только на поясничную область. Мы раскачиваем таз, доходим до преднабрежения. А руки ставим накрест, чтобы они, дай бог, не сползли. То есть, нам все эти ткани нужны для того, чтобы воздействие происходило только на то место, куда мы прицелились, куда мы набрали свой взор, свое внимание, да? Чтобы они ни в коем случае не соскользнули. Иначе, человек будет травмирован и мышцеспазмирован, чтобы он не напрягся. Вот. Доходим до преднабрежения. Вот. Пеклись в таз. Тазом в столб. А эта рука только поддерживает ребра. Она, по сути, не давит. И после этого идет воздействие, манипуляция. И так же в противоположную сторону. Я специально эту руку не кладу, чтобы было видно, да? Вот. До свидания при напряжении. Выдох. Продавили. Следующая техника. То есть, сейчас мы рассматриваем все техники. Это лежа на спине. Такие общие, да? Без конкретики. Но есть позвоночки целиком. Далее берем за кожу и расслабляем, раскресаем крестцово-позвоночное сочинение. Ребята садим, да? Вот в этом месте. Наверное, мы подпасы две точки были нарисованы. Вот. Вот за вот это место. Реску держим вверх. Да. Ну, предупреждайте. Человек, кто-то боится, когда щипается, кто-то нормально к этому относится. Следующее сочинение. Подвздошно-крестцовое. Вот тут мы хватаемся за косточку. То есть, примерно, по диагонали. Получается вот по вот этой диагонали и по вот этой диагонали. Вот так вот захватываем. И выдергиваем на себя. Также проходимся по всем позвонкам до грудного отдела. Ну, примерно, где область лопаток начинается. Там наше воздействие прекращается, потому что уже просто позвонки не выдергиваются. Ну, смотрите по людям. У кого-то плотная кожа, чтобы сводить вообще нельзя, да? У кого-то все легко и шатается, как из шарниров, так что может дойти вплоть до шеи. Грудной отдел мы растрясаем дополнительно, горизонтально. Обратите внимание, как я встал. То есть, если я стоял здесь, мой вес находился на этой точке, да? Даже при выдергивании. Когда я работаю с этой областью, я перешел сюда и встал над ней. Хватаю сбоку по краям осистых отростков, вытягиваю кожу и растрясаю двух относительно другой. Это просто дополнительное встряска, дополнительное расслабление грудного отдела. Далее мы сейчас будем воздействовать ударными техниками на декомпрессию грудного отдела. Дыши, дыши, спокойно, дыши. Для этого подготавливаем. Сначала мы уже пробили вот так вот кулачками, да? Теперь делаем из ладони такую вакуумную подушку и бьем пальчиками в остистые отростки снизу вверх. Поскольку они у нас растут, видите, примерно по 40 градусов назад от горизонтали, да? От горизонтальной плоскости вот так. Мы подбиваем, а получается вот так. Вверх, вверх, вверх. Таким методом показываю, чтобы был удар мягкий, мы через подушку делаем. Бьем в этот, в эти косточки две, да? Упираемся, ну, неважно, тремя пальцами, одним пальцем, да, или между двумя пальцами. Зажали. Остистый отросток. Снизу вверх. Протрясли. И теперь будем производить манипуляции. Делаем лодочку. Вот такую. Удар производится вот этой частью. Нижней части ладони и горфовидной косточкой. В общем-то можно делать по-разному. У кого-то руки такие мощные бывают, что они прям берут вот, зажимают ассисты отростки между подушечками. Между, как-то... Впадину. Нет, бугор Марса и бугор Венеры. Бугор большого пальца. Да, бугор большого пальца, да, между ними. Кто-то делает так. Кто-то делает кулаками можно делать, да? Кто-то делает вот этими запястьями, да? Нет, тут еще надо держите. Вот это? Нет, вот так как-то. Я не понял. Вот это? Вот это я тоже. А вот так вот как? Да. Вот тут ассисты отростки зажимаются, да? Ага. И вот этими... Все вперед надо. И вот тоже вперед, вперед. А, вперед. Ну просто есть люди, у которых там прям получается в бокс тоже может сделать. В бокс тоже может сделать. А, в бокс. Да, да. Это я же делать им буду, просто демонстрирую. Да, потому что... Ну сейчас мы это на практике, естественно, отработаем. А для видео многие нюансы не войдут в роли. Это надо вот войти в тело, надавить, дойти до преднапряжения. И после этого поворот. Ой. Такой. Сейчас это все почувствуешь на себе. Вот. А самый основной удар это делается, ну самый простой. Начнем с простого. Это вот такой кивок и с разведением в сторону. В кочную и разведе в сторону. Для этого нам опять желательно, чтобы наше тело находился напротив, в области воздействия. То есть вот наше тело где находится. Если не получается, человек большой для вас, да, то можно, в принципе, залезть на стол. И так мои операции будут лучше, потому что высшим корпусом. Видите, мой корпус опускается и производит воздействие. Если стоя работаем, да, то есть такой маленький секретик. Ловите лайфхак от Олега Гудвина. Хвост кенгуру называется, да. Ну, это я имею в виду для тех людей, которые вот такие. Вы их там никак не можете проловить, да. То вы свой импульс помогаете ему больше усилия придать за счет движения ногой. Отмахиваетесь назад ногой. Ну, для чего у кенгуру хвост, вы знаете? Так же, как хвост и у белки. Это как маятник. Он задает и качание таким образом. Импульс прыжка получается лучше, сильнее. Понимаете? Так же и здесь. Ну, любой ногой, не важно. Этой, либо этой. Прицелились, дошли до напряжения. И потом выдох. Да, и вот так вот махивается ногой назад. Так, и следующий прием разжатия позвоночно-уперечных отростков в стороны. Начинаем с уголка лопатки. Ветем уголок лопатки. Растянули перпендикулярно позвоночнику в стороны. Вот, они как раз так прицелились, прицелились, дошли до преднапряжения. И говорим человеку, выдох. Делаем толчок. И дальше можно пройтись 3-4 области воздействия до плавающих ребер. Дальше нет смысла. Следующее воздействие это скрутка. Мы берем верхнюю часть тела. Вот у него был склез сюда, да? Соответственно с этой стороны. Внедряемся в позвоночник. Доходим до преднапряжения. И потом тут в противоположную сторону. Вот туда. То есть это движение будет сюда, это движение будет сюда. У здорового человека можно для симметрии пройтись 3-4 места воздействия. Опять только до плавающих ребер. Раз. Два. Три. И в верхнюю сторону. Раз. Два. Три. Это опять для здорового человека, да? Для тех у кого сколиоз. Мы делаем в одну сторону. Только в ту сторону куда? В противоположную сторону выступающим позвонкам. Они выступлены сейчас вправо, да? Значит мы даем вот туда. Да? Поняла. Так. Вот. Сейчас мы это все отработаем на практике, дорогие друзья. А в следующем видеоролике мы рассмотрим всевозможные методы скрутки, мобилизации с помощью вращения и ротации в целом всего позвоночника. Позвоночника лежа, когда человек лежит спиной к нам. С вами был Николай Гудвин. Подписывайтесь на наш канал. А еще лучше приходите на тренинги. Я вас всему научу. Угу. Отлично. Спасибо. Спасибо.